Сегодня 4 октября 2021 года, понедельник У нас, как всегда, подъем в 4.40 Я встаю раньше Раньше я ложусь, ночью встаю Сегодня ночью я был с нуля И часа или полтора просидел И тогда только лег, потому что ночью больше наплыв Почта, разобраться Итак, в 4.40 я должен быть здесь Через дорогу только перейти Где я живу Это Андрей Дробот Уехал из моего материала Я заплатил ему согласие В писанном виде Жена его, Анастасия, тут была Она не была, но чтобы согласна была Это он, когда не женатый был Он думал жить здесь А тут мать ему пообещала дом Дом не дала Такое дело Дело в том, что там я нахожусь Моя ставка А здесь через дорогу Владимир Александрович Пащенко И у нас на молитву уходит ровно Мы начинаем молиться в 5 В полшестого Как правило заканчиваем Ну, от силы бывает еще 5 минут Утренняя молитва И 100 поклонная Утренняя молитва считается И по новому завету по порядку идет Станкование блаженного фефилакта Я стараюсь скорее до дому дойти В 7 завтра будет У меня целый час с лишним еще Вышел Я ни разу еще не светил себе Ни телефоном Вон там несете Или не фонариком Хожу в темноте Сегодня Выпал снег Его даже не видно Я ногами ощупал Такая темнота Я заворачивался вокруг дома И сарай Я только был Бомбисту Сарай даже не видать нигде Не видно нигде Калитка Пригляделся маленько Какой-то контур А, это дерево Видимо Вышел А тут ухабы Ухабы Три ухабины у меня Через дорогу перейти А собаки На коньках Скользко Тут грохнулся как Нет Раньше еще И тут иду я оглядываюсь Воры приезжают Когда сухо И ночью-то они не видят Днем бывает машина проедет Они уже подглядывают Где что есть Там бензин слить Машины стоят Воруют И они приезжают ночью И когда у нас тут было На крещение Приехали много людей А фотографы Они палатку разбили Прямо около Камагорихи Там в низинке Где Около дамбы И там у них ночью Кто-то говорит Ходил с фонариком Кто? Никто И один из наших Походил видимо На двор ночью И говорит А кто тут ночью ходил? Ходил и подсвечивал Никого нет Значит был кто-то Никто Ну свои все люди Верующие Я поэтому оглядываюсь Вот такая погода Сырость Тут след Дорога Никто не приедет Гляжу Фонариком кто-то светит Там где Глушков живет Но похоже Что на уровне Дерево И Мамрийский дуб Называемая Ограда была у нас Выдвигается так Деревню И так я не мог определить Ближе или дальше Но какое-то такое у меня Причистое Подальше еще дерево Видно фонарик Вот выйдешь Когда темно На холодильнике Как огонек Ну фонарик Я встал Думаю пока он дойдет Я тут перешагну У меня осталось Метра 15 до ограды Деревце Я рядом Сяду на колени На корточке Я узнаю кто И он фонариком светит И пошел туда Температура Не минусовая Ни одна летущая мышь Не летает Никаких тут микробов Нет Которые передвигаются И микробы Это маленькие Это фонарик Настоящий фонарик И туда Я стою Он сразу раз Оттуда поворачивает назад И вдруг Начинает подниматься Вверх До половины дерева Это не человек А что Вертолета тут нету Летать не будет И прямо туда Где домик Которые Матушкин называем Не доходя до ограда Останавливается Принижается И опять туда идет Там трясет Ровно так идет Доходит И обратно туда Такое впечатление Что мелкими шагами Что-то ищет И добивается подойти Сотворил молитву Что это может быть? Люди Поднять на такую высоту не могут Ни насекомых И зверей нету В жизни своей Я ни разу такого не видал Темнота Ночь Сырость Первый раз выпал снег Первое октября 14 октября Покров говорят Покроется земля Снегом Я Туда идти Зачем? Я один ночью Скрыться туда Я скрылся Здесь Постоял маленько Глаза тут лучше стали Маленько видеть-то И потихоньку Потихоньку вышел Он уже с той стороны Опять идет туда И там опять Поднимается вверх Вверх поднимается На уровне дома Опускается И опять идет сюда Может быть не уровне дома Маленько пониже и выше Не в этом дело Но я вижу Это не человек А тем более там Сходишь Низинка какая Что это может быть? Я говорю Все, что есть Это Ну минут 35-6 Темно Сибирь Алтайский край Мамонтовский район Поселок Потеряевка Что это может быть? Я опять Скрылся Постоял Молитву сотворил Но только так Это не человек И это не животное Таких у нас нету И медленно Не так, что Как летущая мышь летает Может она там От света Света нигде нету Вот у Алексея Устинова Там свет в окнах горит Оттуда попадать не может Свет туда На один предмет Нигде не светится Отражения нет Тем более тут ограждение Дом такой огромный стоит Владимира Пащенко Опять постоял маленько Потихоньку Потихоньку Выглядывай Нету Я еще шаг вперед Вижу Опять оттуда выплывает И поплыл в ту сторону Я вас спрашиваю Что это может быть? Какие темы мысли приходят? Учитывая все Ну медленно Примерно вот так вот Вот с такой скоростью Вот так вот идет Доходит Поднимается она кверху Сразу вот так вот И на уровне Человеческой груди Примерно опять огонек идет Как с вас? Сова не может быть А? Сова Сова Она не светится И летать с места на место Она не летает И летать ей здесь не За чем мышей ночью нету Летом да Она летает Снег прикрытый Ни одна мышка На поверхности нет Она умная сова Я сок хорошо знаю Солят держал И воспитал Нет И на одном месте Чего бы она ходила Тут еще нету Тем более там крапива Такая высокая Так что думаешь Владимир Александрович? Не знаю И я не знаю Я не В жизни я очень много видел Вот идешь по берегу моря Бывают там медузы И что такое Ну и Ногами Песок-то задеваешь Он как искрами Как будто бы я иду по углям Ну пропитанные Или то есть На кладбище бывает Когда человек умирает Часто над могилой Образы появляются Говорят там это Фосфорицирующие такие вещества Газообразные Ну там Много я считал И боятся кладбища А мы тогда наоборот Боимся Боимся Тогда я наоборот Только иду через кладбище Боюсь Победить страх Здесь я не пошел Не за чем Я один Ну дьяволенок Наверное Ничего не будет показывать Дьяволенок Говорит Что-то показывал Значит Я мог подумать Я что знаю Бывает Умирает И душа Первые 40 дней Где-то она ходит Мытасов Проходит А первые 3 дня Где-то она рядом Кто-то умер ночью Вчера-то был Володя Пригласил к себе У него беседовали И говорят У него смертельная болезнь На смертельной болезни Ну и видно его Он Не жилец Умер А утром А утром ты мне сказала Новость Василий Толстенко Толстенко Священник Умер Я не знаю Был он старше меня Или нет Кажется Нет Одинаковый И он прижал Я о нем говорил Бывший следователь КГБ И когда Меня первый раз Арестовывали И мне Один из них Александр Семенович Там был И он сказал Вот Лапкин погубил Какого человека Нашего То есть Он стал верующим Принял православную веру И стал священником Присмитером И он В Горгусской области Служил Тайше Это кажется Город Там он был Наташа умерла Еще раньше Жена Она моложе Его была Вот Мы к нему Заезжали Были И нынче Он приезжает сюда И я его не узнал У него Ожесточение Ужасное А вот Вы тут Молитесь Патриарх Вспоминайте Как вспоминать У меня Повеление От Бога Какое Повеление Молиться За начальство Какое начальство Еще Он предатель Он Он продал Церковь И Где продал Иудин И Серебряники Взял Тридцать Василий Федорович Да что Ты говоришь Ну где Он продал А его В это время Зажали деньгами Платить Скажем Как Священники В епархию Он говорит Еще уже нет И он Крестил Полное погружение Василию Хороший Священник Видать был Я у него Был Не один раз И он Каждый раз Приезжая Сюда Приходил Вот И он Умер И умер Оказывается В августе А я и знать Не знал Я Еще сегодня Молился За него За живого И может И может быть То что я Молился За живого И Господь Дал мне Как-то Знать Что он Здесь Он знает Что мы Его Любили Но здесь Последний раз Мы разошлись В дребезги Он Продал Продал Василия Ну где Отец Василий Где он Продал За тридцать Серебрек Он Считал Деньги Он С Папой В Гаване Встречался Да Встречался Ну еще Подошел Папа Благословит Обнялись Что сделали Это не так Или даже В морду Дать друг другу Ну Но я знал Смотрел Что вы Когда все Уже продано Католиками Крещения То нет Украина Заполнила Все Где Крещение Настоящее Где Катехизация В 3-5 лет Ни одного Места Нигде нет Не считая Нашего Здесь Не считая Я был в занятии В 5 университетах И у нас Которые Подавали заявление Ничего не знающие Не меньше 3 лет Была подготовка До 5 лет А если в это время Он согрешил Еще добавляется 3 года А дальше Он ушел И его нет Вот Лихана Виктор был такой Подавал заявление В это время Пока Оглашение было Ну а он еще Там упал в грех Я так подумал Или вчера были Думаю Тут кто-то умер Я подумал одно Что Ни человек Это да В холодное время Никаких Мышей Летущих Нету Чтобы Такое Фосфор Светится Я зашел Вверх захлопнул За собой И думаю Что если это кто-то Он мне в окно Постучит Я его Не знаю А он меня знает Это я тоже понял Он меня знает И видит И может ему Путь пригодил сюда Я Я иду Я молюсь У меня я знаю Как стена Какая впереди Передо мной Движется Все Сметает В пути Выходя И перекрещение Всегда Отрекаюсь Сатаны Всех Делаю Всех Ангел Всех Горбели Его Перед дверью Все И меня никто Не тронет Никто На меня Охотились Сколько раз Убить На море На море И вдруг Я в багерской Рубке Сижу Готовлюсь к экзамену Высшим Вареходом Училища А в это время Там никого нет У меня Это тишина И два человека В этот момент Меня готовились Убить И в это время Жена Капитана Фролова Это ЗС Черноморский Был Она заходит У нее Это белье Было Развешено Это Багерская Рубка Когда Там что-то Заклинит Капитанская Рубка Тогда сзади Через жесты Показывает Куда повернуть А там есть Штурвал И тот Кто готовился Меня убить Я вскоре Уволился Боцман Владимир Назвать Он подошел Ко мне И гляжу Со слезами Вы что Володя Вы уходите Я хотел попросить Прощения А что А вы помните Вы когда занимались Там А мы приходили Там Но Так мы приходили Убить вас А за что За что Я в Одессе Ну я знаю Было бы это Ну у меня бабка Была белая Ну это я знаю Но я там не был Ни разу Еще у меня дядьки В Киеве что ли Причина-то какая Ну я был Непослушный Моя бабка Жаловалась Отцу Отец был проводником А был офицер В моем портупее Ремни такие Вот Палес Два И такие Твердые И он меня этим ремнем Порол отец Я сказал Вырос Я все верующие буду мстить И вот вы первый раз На корабле верующие Ну какое отношение Я имею к твоему Непослушанию К твоему отцу И к ремню Портупее Да никакого Вот если бы В штиль полный Тишина Корабль затрясло Вот у меня Такое было состояние Показалось Ну а так как отношения Были очень хорошие Ну обычно как Сел я Маленький катерок И сразу на берег А тут далее Видимо договорились Мы с собой Полный круг Вокруг корабля Со мной Они в это время Сигналили корабль Но у корабля Сигналы Это надо Сто машин Таких Таких Сильных На километр До кончения Слыхать будет И меня вокруг Везут Тишина Я плыву Это я все Вспомнил К этому Имеет это отношение А в это время Я когда приехал Ну какого было Там 4 октября А сегодня 4 октября 4 октября Я сразу вспоминаю Я стою тут Грижу на этот огонек И мы сегодня Считали 4-й псалом Понимаешь У меня как Мысли-то Пошли куда Я думаю Сегодня Там Передали Володю Стивову Я ни одного слова Не сказал Ни одного Даже А не издал Чтобы он Сюда пришел И у меня будет беседовать Это же время Которое я не говорил Он согласен Пойдет или нет Я сейчас заеду Зайду туда У меня все это В голове Неужели там Это беда какая Или это Спаси Не человек Я несколько раз Скрою Темнота Ничего нету Я за дерево Выпину Плывет Видно Плывет Ровно Тихо Поднялось Кверку Пусть Складется Обратно Я это Ко всем говорю Это для меня Загадка Это Не этого мира Явление было В виде огоньков Огнями Являлись Чистые и нечистые Духи Если это был Ангел мой Который Предохранял Меня может кто-то Караулит Когда я выйду из дома Ничего не знаю Но я Просто знаю Ни человек Ни птица Ночь Какая птица И чтобы Одно и то же Медленно Сова летит Быстро Она не может так лететь Она упадет Если не будет Махать крыльями А идет Видно Как человек идет Это сегодня Вот только Только сейчас Это было Я пошел Спасибо Христос За внимание Сегодня мне написали Надежда Васильевна Какая она красивая Какая она послушная В роликах Тебя хвалят О Тут и моя награда Какая-то есть Ну вот Владимир Александрович Подумайте об этом Значит Марина здесь рядом Находится Я к ней зайду Попрошу зайти Чтобы от нее ходила Сейчас пойду Сразу Поняла